В эфире Панорама. Главные новости Приморья в репортажах корреспондентов ОТВ. В студии Павел Дроздов. Здравствуйте. В этом выпуске. Каждому новый дом. Сотни семей в Уссурийске получат квартиры в новостройках по программе переселения из аварийного жилья. В семья города в рамках краевого конкурса были отмечены лучшие семьи Приморья. Наши чемпионы. Состоялось награждение лучших спортсменов по итогам игр «Дети Приморья». Водное представление. Необычный театр из Вьетнама выступит на Тихоокеанском фестивале в сентябре. В этом году более 600 семей Уссурийского округа получат квартиры. Чтобы успешно реализовать программу переселения из аварийного жилья, было принято решение возводить новые многоэтажные дома. На завершающихся стройках побывали и наши корреспонденты. До сдачи этого дома осталось совсем немного. Готовность объекта уже более 95%. И первые новоселы заедут сюда через пару месяцев. Квартиры здесь строят специально для переселенцев из аварийного фонда. И таких строек в Уссурийске несколько. Все они в стадии завершения. Уже до конца года непригодное жилье на новые квадратные метры разменяют более 600 семей. Это большой объем жилья, который впервые раздается в таких масштабах новострой в Уссурийском городском округе. И надо сказать, что Уссурийск пошел на этот шаг не выкуп квартир вторичного пользования, а именно стройка. Да, она тяжелее, она гораздо дольше. Но это новое жилье. Это новое жилье, куда перейдут люди. А это уже давно достроенная многоэтажка по адресу Ленина 122. Глава региона заглянул сюда не случайно. Именно здесь создано и успешно работает ТСЖ, которое в Приморье считается эталоном. Называется оно «Монолит», и его ставят в пример руководителям всех других ТСЖ в крае. Его директор Василий Щелчков вместе с жителями настолько грамотно и эффективно организовали инфраструктуру внутри и вокруг дома, что, как говорится, здесь и починить нечего. И люди уважают. Они видят, когда все делается, делается. И все собрания проходят, ну да, все, 100% все голосуют. Даже лет 5-6 тому назад я вот объявление повесил в Кирисово-Раде. Там объявляют, что для вас еще сделать. Люди, которые любят свой дом, двор и район и занимаются общественной работой по благоустройству, в этот же день собрались в Уссурийском доме культуры. Это форум общественников, собрание для активистов ТОСов, инициативных групп и просто неравнодушных граждан. Именно они обращаются к властям за финансированием нужных людям проектов. В каком-то дворе освещение сделать, тротуар заасфальтировать, где-то лавочки установить, детскую или спортивную площадку. И счет таких реализованных проектов идет на сотни. Это было совершенно нетрудно. Мы только определились тем, что мы хотим и что мы можем сделать на эту сумму денег. Программа ТОСов, программа технициативных групп, она предусматривает возможность участия жителей в благоустройстве своего двора, решение тех проблем, которые, может быть, копились годами. И начал эту программу в прошлом году у нас было в заявке всего 140 территорий общественного самоуправления. А теперь территории общественного самоуправления в Приморье более 300. И практически все они выигрывают денежные гранты, чтобы сделать у себя во дворе что-то нужное и полезное. Поставить видеонаблюдение на детских площадках хотим, потому что у нас много есть детских площадок на придомовых территориях. Хотим, чтобы было видеонаблюдение. Будем стремиться к этому. Поняв эффективность и оценив востребованность у жителей программы по предоставлению ТОСам грантов, краевые власти приняли решение увеличить ее финансирование. Если в первый год действия программы ее бюджет составлял 140 миллионов, то сейчас на реализацию общественных инициатив по благоустройству направят 280 миллионов рублей. Владимир Клюшников, Тарас Боднорук, Панорама. Связь с домом для бойцов СВО имеет очень важное значение. Но зачастую обычные телефонные контакты им недоступны. Их заменяют проходящие на фронт посылки и письма. А значит, на первый план выходят люди, обеспечивающие доставку корреспонденции. О работниках этой непростой профессии далее в сюжете. В зоне специальной военной операции обычно нет телефонной связи. В этих условиях особое значение приобретают посылки и письма. Министерство обороны организовало непрерывную доставку почтовой корреспонденции. В оба направления. И домой, и на фронт. Письма из дома получают и бойцы 5-й армии, и морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота, и добровольцы отряда «Тигр». Ребята, мы получили ваши письма. Большое за что вам спасибо. И сейчас мы зачитаем каждое письмо, которое мы получили. Здравствуй, солдат. Я Пшенко Богдан. Мне 10 лет. Я живу в Уссурийске. Я переживаю за вас, за мирных, за то, кто уже пострадал. Я вас жду. Спасибо за то, что нас защищаете. Победы, здоровья, силы. Мы вас ждем. И мы за мир. Работники Фельдегерской почтовой связи вооруженных сил ежедневно доставляют в почтовые подразделения сотни писем от школьников и неравнодушных граждан. Отправления взвешиваются, сортируются по направлениям, как в обычном почтовом отделении, но с одним отличием. Фельдегеря, в отличие от почтальонов, работают с риском для жизни. Но оно того стоит. Для бойцов важны эти письма поддержки. Здравствуй, солдат. Меня зовут Милана. Мне 9 лет. Я живу в городе Уссурийске. Желаю вернуться на родину. Мне даже не хочется представлять, что там происходит. Но главное – не сдаваться и верить в себя. Спасибо за то, что отправились туда. Желаю вернуться домой. Мы вас всех ждем. Спасибо, Милана. Вот твое письмо. Мы получили. Дай Бог вам всем здоровья. Учитесь хорошо. Дальневосточники, находящиеся в зоне специальной военной операции, говорят спасибо всем ребятам, кто пишет им. Бойцы заверяют, что они читают письма поддержки. Они согревают им душу. Олег Жунусов, Панорама. Что может быть важнее крепкой полноценной семьи? Лучших из лучших в рамках конкурса «Семья года» награждали сегодня в столице Приморья. Номинаций много и в каждой нашли свои победители. Более подробно в нашем следующем сюжете. Есть моя семья, и через миллионы бит, я вижу дома своего свет, я сердцем чувствую свой храм. Для этих людей семья больше, чем просто слово. Для них семья – это крепость, место, в котором, как в детской игре, сказав «Чур, я в домике», можно скрыться от самых страшных бед и проблем. Это люди, которым ты нужен и которые тебя любят. И именно такие семьи – гордость своей страны и своего края. Вы творцы истории Приморья. И вы, и ваши дети, ваши внуки, все, кто здесь живет, все, кто работает, кто планирует здесь развивать Приморский край. Это, конечно, часть нашей жизни. Вы очень смелые, инициативные люди, кто принял участие в конкурсе «Семья года». И побоялись именно поучаствовать и стали победителями и призерами. Поделиться историей своей династии, своего рода, рассказать о традициях и обычаях своей семьи. Все это можно сделать благодаря конкурсу «Семья года», который проходит каждый год в нескольких номинациях. Каждая семья может выбрать ту, что ей ближе. Многодетная семья, молодая семья, золотая семья, а также семья-хранитель традиции. Семья Глушак победили в номинации «Золотая семья». Когда Владимир Федорович встретил Людмилу Васильевну, ей было всего 17 лет. Говорит, влюбился в самые красивые глаза. Супруги вместе уже полвека. Воспитали троих детей. Всю жизнь все делают вместе. Вместе и приняли участие в конкурсе. Живем вместе, работаем вместе, занимаемся сельским хозяйством, работаем на производстве еще до сих пор. 55 лет рабочего стажа у меня. Поэтому, ну, трудом заслуженный почет. Поэтому мы подавали документы на 50-летие совместной жизни. Ну, нас заметили и предложили участвовать в семье года. Эмоций было много. Владимир Федорович, дорогой, уже платочек пришлось вытащить. Проследился. Радости, конечно, было много. За нас, за всех победителей, которые участвовали. А это семья Кондратковых. Они завоевали титул «Многодетная семья». Супруги Кондратковы познакомились еще в школьные годы. Их живут в счастливом браке уже 31 год. Вырастили и воспитали пятерых сыновей. Двое из них сейчас защищают родину на СВО. Семья крепкая и дружная. У меня, ну, мы привыкли к этому. Все дружно, все вместе. В этом году 45 семей участвовали в конкурсе. Семь получили звание победителей. Семья года проводится в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Приморском крае» и национального проекта «Демография». Мария Пермина, Евгений Лихачев, «Панорама». Сотни единиц сельхозтехники и оборудования приобрели приморские предприятия с начала года. Новые тракторы и комбайны можно купить на выгодных условиях в лизинг. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, техника для полей у нас в основном российская, белорусская и китайская. В этом году уже приобретено более 350 единиц, в том числе 39 тракторов российского и белорусского производства. Фермеры могут купить трактор или комбайн на условиях лизинга, что позволяет получить рабочую технику в короткие сроки и немного проще, чем взяв кредит в банке. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронс. Сейчас парк сельскохозяйственной техники Приморского края это около 3000 тракторов и более 1000 единиц уборочной техники. Напомним, глава региона Олег Кожемяка на выставке «Белагра» подчеркнул, что для приморских сельхозпроизводителей интерес представляют белорусские пассивные и почвообрабатывающие комплексы комбайны. По качеству они не уступают западным. Приморский ТОС успели зарекомендовать себя как очень успешный проект по управлению территориями. Чтобы еще больше упростить возможность создания этих объединений, для инициативных жителей был открыт Центр гражданских инициатив. С подробностями Валерия Николаева. Теперь создать ТОС еще проще. Во Владивостоке в Центре гражданских инициатив проводят консультации. Обратиться сюда можно по любым вопросам. Как создать территориально-общественное самоуправление? Какие документы нужны? И как участвовать в конкурсах? ТОС – это самоуправление. То есть это организация вашей жизни на этой территории. В границах ТОС. Мы с девочками сегодня также очень четко проговаривали, как описывать границы, как правильно составить границы ТОС. Для чего это нужно? Потому что как вы составите сейчас границы, так вы потом и сможете реализовывать свои проекты. Этот центр начал работать еще в мае после первого форума общественников края «Живем в Приморье и решаем вместе». Специалисты увидели заинтересованность приморцев в реализации собственных проектов, которые направлены на улучшение собственных территорий. Екатерина Сташевская еще в прошлом году решила организовать ТОС. И тогда помощи просить было не у кого. Прошла этот путь сама. И сейчас ей есть с чем сравнить. Говорит, теперь не так страшно. Потому что здесь конкретно объясняют пошагово. Дают алгоритм легко и доступно. И, соответственно, помогают собрать все документы. Самостоятельно организовать ТОС можно. Но для этого необходимо время. Ведь большое количество документов, постановлений и сайтов нужно изучить. Многих людей это отпугивало. Теперь бояться нечего. Есть помощники. Сделать собственную детскую или спортивную площадку, выложить новый тротуар или высадить деревья. Не так сложно. Специалисты Центра гражданских инициатив помогут составить смету, заявиться на конкурс, чтобы получить финансирование. Валерия Николаева, Александр Малыгин, Панорама. Наши чемпионы. Состоялось награждение лучших спортсменов по итогам Игр Дети Приморья. Водные представления. Необычный театр из Вьетнама выступит на Тихоокеанском фестивале в сентябре. Совсем недавно в Владивостоке состоялось главное спортивное событие международной игры Дети Приморья. Юным атлетам края противостояли сильные соперники из ДНР, ЛНР, а также Белоруссии и Китая. Несмотря на это, наши спортсмены выступили блестяще. Здесь собрались те, для кого дисциплина, бесконечные тренировки, строгий режим, образ жизни. Те, кто однажды решил связать свою жизнь со спортом раз и навсегда. И теперь они гордость Приморского края. Звездные Дети Приморья. Для многих это было испытание собственной воли, убежденность в собственных силах, в тех навыках, которые давали тренера. И я искренне вас поздравляю, благодарю за такую самоотверженную работу, за волю победы, за то, что вы так высоко подняли знамя спорта Приморского края. 48 золотых ребят международных игр Дети Приморья вместе с тренерами приехали из всех муниципалитетов края на торжественную церемонию награждения. Первые международные соревнования Дети Приморья проходили во Владивостоке с 1 по 6 июля. Серьезную конкуренцию приморцам составили соперники из Белоруссии, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, китайских провинций Дзилини и Хайлунзян. Всего наши спортсмены принесли в копилку у края 163 награды. Варвара Гвоздик из Владивостока стала рекордсменом этих игр по количеству медалей. Но она, как и многие выдающиеся атлеты, скромна и самокритична. Результаты не очень могла бы и лучше. За эстафету обидно касание проиграли, которое серебряное. А так-то все остальное нормально. Мне понравились соревнования, я хорошо пропала, улучшила свое время, обогнала свою соперницу, с которой мы соревнуемся, чаще всего именно с ней. Заняли первое место в эстафете. Эстафету серебро. На 50 брас стал вторым и на 100 брас тоже серебро. Результаты, в принципе, неплохие. Будем стараться их улучшать в дальнейшем. Много медалей принесли и приморские самбисты. Полина Кулага из Владивостока завоевала золото в таком неженском виде спорта, как многие до сих пор считают. Рады все, особенно тренер. Мы надеялись, мы готовились, мы знали своих соперников, почти всех, кроме которых из наших дружных республик и стран. И наши усилия, наши, соответственно, полинные усилия закончились победой. Мы очень рады и можем сейчас на какое-то время отдыхать. Помимо почетных дипломов, молодые чемпионы и их наставники получили денежные вознаграждения. А кроме этого, лучших спортсменов наградили путевками во Всероссийский центр «Океан». Мария Пермина, Евгений Лихачев, «Панорама». Не просто кукольный, а традиционный вьетнамский театр, да еще и на воде, представят внимание у горожан на Тихоокеанском фестивале в конце сентября. Эти постановки сопровождают живая музыка с использованием традиционных инструментов. Подробности далее в сюжете. Чтобы состоялось наше представление, нужно сначала установить вот такой бассейн, рассчитанный на 40 тонн воды. Вообще спектакль нашего театра – это очень сложное многосоставное действие, в котором участвуют вода, куклы, артисты, которые их водят, певцы, музыкальные инструменты. Вот художественный руководитель традиционного кукольного театра на воде Чан Тхихен рассказывает, что нужно, чтобы родилась сказка. Такие во Вьетнаме показывают уже более тысячи лет. Они признаны шедевром вьетнамской мировой культуры. Познакомиться с театром Тхан Лонг предстоит приморскому зрителю на втором международном Тихоокеанском театральном фестивале. Не только увидеть представление, но и узнать подробности. Например, историю. Он зародился в деревушках недалеко от Ханоя. Крестьяне, коротая время в сезон обильных дождей, придумали театр, сценой которого служили озера и затопленные поля, а куклами – огородное чучело. Сейчас актеры стоят по поясу вот в таких специальных бассейнах за ширмой. Все обязательно сопровождается традиционной вьетнамской музыкой. На чем играют и как поют, вьетнамцы нашему зрителю тоже покажут в деталях. Живая музыка – это обязательная часть представления. Театры и песни неразрывно связаны друг с другом. Музыканты поют и играют на национальных инструментах. В репертуаре театра сегодня около тысячи сказок и преданий. Все это – вьетнамский эпос, где в повествовании о жизни простых людей обязательно вплетаются персонажи мифологии. Драконы, золотая черепаха, птицы, фениксы, краски, музыка, действия – все завораживает. А вода добавляет ему динамику и создает невероятную атмосферу. Атмосферу сказки на воде будут создавать в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра в дни фестиваля в конце сентября. Ольга Сонкина, Панорама. Пока это все новости. Напомню, что ОТВ теперь можно смотреть не только по телевизору, но и в социальных сетях. QR-код вещания в телеграм-канале на ваших экранах. Панорама следит за развитием событий. До встречи в эфире. Общественное телевидение «Приморье» доступно всем. Редактор субтитров А.Семкин